Водопровод, который ранее питал 11 и 12 микрорайоны, был проложен более полувека назад. Чугунные трубы, впрочем, как поделились в кулуарах коммунальщики, уже и так давали о себе знать. Так что строительство моста просто ускорило вопрос прокладки новой ветки, так как старая и без того оказалась в районе строящегося путепровода. Что касается новой ветки, то ее за свой счет прокладывает Алматинская мостостроительная компания. Задача коммунальщиков лишь подключить ее к основному водопроводу. Длина этого водопровода переноса 280 метров. От старой до новой до отступления получается около 15-20 метров. Наше предприятие приступило к подготовительным работам ночью в 12 часов. До утра мы подготовили все задвижки свои, в 8.00 приступили к переврезке. Что касается самих жилых массивов, то госучреждения, расположенные здесь, работали полный день. По крайней мере, как заверили руководители некоторых детсадов, ремонтные работы никак не отразились на их деятельности. Подача воды полная. Поэтому родители, которые привели своих малышей в детские сады, просили пройти за ними, как обычно, в 18 часов. По словам коммунальщиков, жители 11 и 12 микрорайонов во время переврезки не должны оставаться без воды. Другой вопрос, что будут перебои в ее подаче. Сейчас жители этих двух массивов подключены к ветке, которая питается от Каргалинского водозабора. Между тем, вода в 11 и 12 микрорайонах должна была появиться в 7 часов вечера. В этом заверили представители АО «Акбулак». Максимум – полная подача возобновится ближе к ночи. Акмар Алмайкузова, Жаслан Жубаев. Программа «Факт». Ост 빨래. cheock tokens лаг 45. Акмар Алмайкузова, Жас idee розов了 и, подчеркнул 20 ps мч. Акмар Алмайки.